Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Сегодня мы находимся на факультете радиоэлектроники и автоматики Чувашского государственного университета имени Ильи Николаевича Ульянова и беседуем с деканом, доктором технических наук Григорием Петровичем Охоткиным. Григорий Петрович, здравствуйте! Здравствуйте! Расскажите о лаборатории, в которой мы сейчас находимся, кто здесь занимается и чем занимается? Мы находимся в лаборатории электроники и схемотехники. Здесь проходят студенты инженерных специальностей, общую подготовку, изучают полупроводниковые приборы и схемотехнику электронных устройств и систем. Как и для чего был создан факультет радиоэлектроники и автоматики и чем отличается обучение здесь от других инженерных специальностей? Факультет радиоэлектроники и автоматики зарождался в недрах электротехнического факультета Волгского филиала Московского энергетического института. В 1962 году была организована кафедра электроники и автоматики, которая через два года разделилась на кафедры автоматики и телемеханики и кафедры электроники. Спустя 30 лет, в 1994 году в университете открывается специальность радиотехника и создается кафедра радиотехники и радиотехнических систем. Затем, в 2000 году на базе этих кафедр организовывается факультет радиоэлектроники и автоматики. Кадровый состав нашего факультета насчитывает 25 человек. Из них 7 докторов технических наук, 18 кандидатов наук. В состав факультета входят три выпускающие кафедры. Кафедра автоматики в управлении в технических системах, кафедра промышленной электроники и кафедра радиотехники и радиотехнических систем. Все направления подготовки факультета являются ключевыми направлениями современной наукоемкой промышленности всех отраслей мировой индустрии. Энергетики, электротехники, авиастроения, судостроения, приборостроения, машиностроения, информационных и коммуникационных технологий. Поэтому особенностью обучения на факультете является глубокая фундаментальная подготовка по физическим основам электроники и схемотехники, микропроцессорной техники, программируемым логическим интегральным схемам, ПЛИС, цифровой обработке сигналов, программированию, моделированию и автоматизированному проектированию электронных устройств систем. По каким специальностям ведет подготовку факультет и чем они отличаются? На факультете осуществляется подготовка по программам бакалавриата, магистратуры и специалитета. В текущем 2020 году будем принимать абитуриента по трем программам бакалавриата и магистратуры и одной программе специалитета. Прием в бакалавриат будет осуществляться на следующее направление. Радиотехника 50 бюджетных мест, электроника, наноэлектроника 25 бюджетных мест, управление в технических системах 20 бюджетных мест и в специалитет радиоэлектронные системы и комплексы 30 бюджетных мест. В процессе обучения студенты направления радиотехника осваивают методы проектирования радиоприемных и передающих устройств, устройств обработки сигналов и изображений и системы радиолокации и навигации. Студенты направления электроника, наноэлектроника проходят фундаментальную подготовку по опроектированию промышленных электронных устройств от источников питания до сложных аналоговых и цифровых систем. Обучающиеся по направлению управления в технических системах осваивают современные методы проектирования цифровых адаптивных систем управления и аппаратно-программные комплексы локальной и глобальной автоматики. Студенты специальности радиоэлектронной системы и комплексы также изучают методы проектирования встраиваемых цифровых радиоуправляемых систем, систем радиолокации и навигации. На каких предприятиях работают Ваши выпускники? Выпускники факультета ориентированы на современные информационные технологии, наиболее востребованы и успешно работают на таких предприятиях Чувасской Республики, как Акционерное общество научно-производственный комплекс «Элара» им. Ильенко, научно-производственные предприятия «Динамика», «Бреслер», «Технотрон», Акционерное общество НПО «Каскад», «ЧАС», «ВНИИР», «АБС-ЗИМ», «Ростелеком», «Мобильные телесистемы», «ООО «Хевел», Федеральное государственное унитарное предприятие радиотелевизионное передающие центры Чувасской Республики» и многие другие. Потребность в специалистах, выпускаемых факультетом, остается высокой, поэтому многие студенты старших курсов сочетают учебу с работой. Наше предприятие является одним из лидеров в промышленности Чувасской Республики, но, несмотря на большое количество персонала, делается упор на молодые перспективные кадры. За счет того, что предприятие выпускает современную наукоемкую продукцию, численность персонала, имеющего высшее образование, достигает 80%. При этом руководство поддерживает специалистов, которые повышают свою квалификацию, продолжая обучение в аспирантуре и получая научные степени. Наш департамент выпускает преобразовательную технику, которая успешно используется как для запуска фонтанов Чебоксарского залива, так и для охлаждения атомных реакторов на АЭС. Наше предприятие поддерживает сотрудничество с Чувашским государственным университетом и, в частности, с кафедрой промышленной электроники. Талантливые специалисты и молодые студенты могут быть трудоустроены уже на втором курсе, при этом они успешно совмещают работу с образованием. В процессе работы они получают опыт работы на современном оборудовании, осваивают новые технологии, участвуют в современных разработках. И под конец обучения получаются специалисты, которые имеют уже высокий уровень квалификации как по практике, так и теории. Ну и в конце всего вышесказанного хотелось бы рекомендовать молодым абитуриентам рассматривать Чувашский государственный университет и кафедру промоэлектроники как перспективное и интересное направление обучения Чувашской республики. Когда вы находитесь в лифте между каким-нибудь 15 и 16 этажом и исчезла электроэнергия, здесь уже пострашнее будет. А еще страшнее, когда исчезла электроэнергия, если в больнице идет операция или где-то на крупном заводе идет непрерывный технологический процесс и появляются очень большие ущербы от исчезновения электроэнергии. Так вот, эта автоматика, которую мы выпускаем, она и работает ради того, чтобы люди и потребители электрической энергии не замечали каких-либо неполадок в электроэнергетике. Автоматика быстро отключает и отделяет от энергосистемы неисправные элементы. Вот это самая главная функция той автоматики, которая выпускается в городе Чебоксары на нескольких ведущих предприятиях. Предприятия неизбежно являются потребителями специалистов по специальности автоматика и управления в технических системах. Этих специалистов готовит Чувашский государственный университет. Пожалуй, постоянно на нашем предприятии работают где-то два десятка студентов. Работа интересная, и эту работу студенты выполняют с удовольствием. Почему? Потому что она полностью соответствует специальности. Как говорят, если человек хочет стать хорошим архитектором, то он должен учиться в Париже. Если хочет стать хорошим художником, то должен учиться во Флоренции. А вот если он хочет стать хорошим специалистом в области автоматизации и управления в электроэнергетике, то он должен учиться в Чебоксарах. Как наука помогает в учебных делах? На факультете имеется аспирантура по пяти направлениям, два диссертационных совета по защите кандидатских и докторских диссертаций. Ежегодно проводят факультет Всероссийские научно-технические конференции по динамике нелинейных дискретных систем и информационным технологиям в электротехнике и энергетике. У нас установлены тесные связи с ведущими вузами и научно-исследовательскими институтами России Санкт-Петербургским государственным электротехническим университетом им. ЛАТИ, физико-техническим институтом им. ИОФИ, Национальным исследовательским университетом МИИ, Московским институтом электронной техники, Нижегородским государственным техническим университетом им. Алексеева, Казанским авиационным институтом имени Туполева. Вот эти знания потом отрабатываются на практике в лабораториях. Можете рассказать? Вот мы в одной из лабораторий, но она наверняка не единственная. Факультет располагается современным учебно-лабораторным и научной базой. В качестве примера могу привести некоторые лаборатории. Лаборатория моделирования встраиваемых систем управления создана при содействии акционерного общества ИЛАРа. Целью создания лаборатории является исследование динамики и разработка встраиваемых систем управления высокоманевренными объектами. Для получения предельных быстродействий в таких системах управления мы используем сверхбыстродействующие сигнальные процессоры и программируемые логические интегральные схемы в сочетании с операционной системой реального времени. И в некоторых случаях программирование осуществляется на голом железе, то есть без использования операционной системы. Лаборатории электро, радио и оптических измерений созданы при содействии акционерного общества НПО «Каскад». Лаборатория оснащена современным оборудованием и позволяет готовить специалистов по проектированию систем полоконно-оптических связей и устройств СВЧА. Следующая лаборатория – лаборатория наноэлектронных устройств и систем, созданная при помощи MG Lab от компании «Макрогрупп». В этой лаборатории имеются отладочные устройства программируемых логических интегральных схем, ведущие западные фирмы «Ксаленс». Таких лабораторий в России всего семь. На базе этой лаборатории функционирует студенческое конструкторское бюро нашего факультета. Более подробно информацию о лабораториях нашего факультета можно посмотреть на сайте университета и нашего факультета. Знания, полученные по двум специальностям, помогли мне пройти конкурсы и игры стипендии от объединения Гельмгольца города Берлин, Германия, где в течение трех месяцев я проводил исследования в области возобновляемых источников энергии, а также удостоился возможности встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Отличные успехи в обучении и исследовательской работе помогли мне выиграть грант академической мобильности и пройти собеседование с профессором для выполнения исследовательской работы и написания магистринской диссертации в университете Карл Мэгги Мэллона, город Питтсбург, США. В настоящий момент я работаю удаленно, находясь в России с коллегами из Америки. И наши роботы с моими алгоритмами ездят по Питтсбургу и помогают людям, которые сидят на карантине в доставке лекарств от лечения от вируса COVID-19. Я могу с уверенностью сказать, что факультет радиоэлектроники и автоматики растит не только высококвалифицированных специалистов в области разработки электроники, но самое главное – учить студентов думать. На данный момент факультет радиоэлектроники и автоматики дает большой спектр развития. Так как вы можете развиваться, помимо того, что вам дает УУЗ, это различные направления общественной деятельности, спортивной, творческой, научной. Культет радиоэлектроники позволяет вам также дать инженерное мышление, направление. В данный момент я являюсь сотрудником НПП ЭКРО. Одно из направлений – это программирование счетов, шкафов, собственных нужд. Для этого используются микроконтроллеры, программированные логические устройства, которые создают автоматику систем, автоматические системы. И там используется, например, Schneider Electric PLK, которое также было на кафедре. При помощи этого PLK мы собрали стенд. Учеба университета – это не только сидение за партами и слушание лекции, это знакомство, это новые знания. Что, 6 лет? Учебы пролетели незаметно. И мне действительно хочется вернуться обратно на свой первый курс и прожить это время еще раз. По поводу учебы хочу сказать, что учиться было сложно, но можно. И, в принципе, девушки на нашем факультете тоже нормально заканчивают учебу. А абитуриентам, будущим студентам хочу сказать, что учеба в университете – это самая счастливая и лучшая пора в вашей жизни. Без сомнения, учеба в университете, а в особенности на техническом факультете – штука непростая. Но, поверьте, помимо нее здесь есть, куда направить свои силы, есть способы не скучать, не умывать и тяжелых занятий. Участие в различных секциях, кружках, различных студенческих объединениях. Кто-то находит себя в танцах, музыке, кто-то начинает видеть в университете огромный старт и терминал для своих спортивных навыков. Некоторые играют в КВН, причем выходят здесь на уровень всероссийский. Для себя же в качестве основной деятельности я выбрал работу в составе российских студенческих отрядов. Вот уже третий год я езжу на всероссийские студенческие стройки. Сначала рядовым бойцом, сейчас уже два года командиром отряда. Работа в строительном отряде – это не просто работа, это и спорт, и творчество, и настоящие друзья, ну и, конечно же, это деньги. Григорий Петрович, спасибо за интересный рассказ. Что бы вы хотели сказать в заключении, может быть, обратиться к абитуриентам? Уважаемые выпускники, приглашаю вас учиться на факультет радиоэлектроники и автоматики Чугасского государственного университета. Хочу назвать пять основных причин учиться на нашем факультете. Первая – это востребованность. Вторая – перспектива. Третья – наличие научных кадров. Четвертая – востребованность специальности. И пятая – уникальная возможность получить высококачественное образование рядом с домом. В заключении хочу отметить, что наши двери для вас всегда открыты. Приходите, звоните. Мы рады вам всегда. Продолжение следует...